На протяжении долгих лет главным символом Рязани была эмблема в виде куполов. Именно эти купола ассоциировались с нашим древним городом, его историей и культурой. Сейчас же идет активная разработка нового бренда, хотя многие, в том числе и автор первой эмблемы Вадим Конопкин, не понимают, чем плох старый символ, в который было вложено не только много труда, но и смысла. Появление кириллицы центром, которая была буква «Р» примерно в то же время, когда был основан «Наш город». Правление Олега Рязанского и символ города – собор Якова Бухвостова. В своей работе художник попытался все это объединить. Просто все вот эти вот, сопоставил вот эти все элементы, которые имеют свое значение, свое начертание, свой смысл. И выстроился очень четкий ряд и по годам, и по графике. То есть, я не знаю, как это сейчас вот этот ряд сломать. Вот если люди сведущие, если они знают, если они хотя бы чуть-чуть погрузились в историю, просто это как будто судьбой дано, вот это сочетание вот этих символов. И вот я уже сколько лет с этим символом живу, да, ну, я всегда самокритичный. Я пытаюсь найти в себе и в своей работе минусы или, ну, найти то, что не укладывается в какие-то рамки. В данном случае я не могу их найти не потому, что я хороший, не потому, что там что-то такое, просто это уже история. На основе исторических символов Вадим Конопкин выстроил современную форму, которая с его точки зрения не устарела и не устареет никогда. Ну, а по поводу нового бренда художник высказался довольно сдержанно. Увидел я его два дня назад. Я как-то не влазил во всю эту ситуацию, в деревне живу, сегодня приехал на два дня. Вот. И, в принципе, я бы не хотел выступать каким-то, ругать или хвалить и так далее. Я хотел бы... Люди видят сами все. Воздержусь от комментариев. Вот. И, ну, я бы такой знак себе бы не взял никогда. Вот и все. Тем более, что сейчас Вадима больше занимают собственные проблемы. Дело в том, что у известного художника, чьи работы не раз выставлялись в том числе и за рубежом, собираются забрать мастерскую. Это помещение он получил в далеком 88-м году. Тогда он еще не состоял в Союзе художников России и в получении мастерской ему помогала Надежда Чумакова. Здесь не было ничего, только голые стены и горы строительного мусора. Вадим с помощью друзей обустроил ее. А вот теперь он может все это потерять. Так сложилось, что я два года болел практически. В общем-то, я здесь не находился. То есть, я не хочу все это, значит, рассказывать. Тяжело достаточно. И, естественно, я не работал все это время, не мог оплачивать эту мастерскую. И сложилось так, что наш Союз художников отвернулся в лице, значит, Анисимова Алексея. Вот, никто не стал принимать в этом участие. Естественно, я должен за нее был деньги. Не знаю, там деньги, конечно, не такие уж большие, но так сложилось. Вот. И, конечно, я сейчас был бы рад, если кто-то мне в этом помог, чтобы эта мастерская за мной осталась. Вадим прекрасно понимает, что никто не обязан оплачивать, по сути, его долги. Однако, по его словам, инициатором изъятия и использования Вадима в мастерской выступил именно Союз художников в лице Алексея Анисимова. К сожалению, до Рязанского отделения Союза художников мы не дозвонились и не смогли выяснить позицию организации. А было бы интересно узнать, чем они руководствовались, внося подобные предложения. Сегодня Вадим Конопкин не хотел бы просить кого-то о помощи. И, тем не менее, если есть неравнодушные люди, любящие искусство и готовые поддержать, они могут связаться с художником через нашу телекомпанию.